Ну что ж, давайте не останавливаться, давайте сразу же устроим пробы для Оскара Кучеры и для компании «Неполный метр». Пожалуйста, строго по тексту и выслушайте команды режиссера. Я читаю Антона Павловича Чехова, «Чайка», монолог Кости Треплева, сцена разговора с дядей перед спектаклем. Любит, не любит. Любит, не любит. Любит, не любит. Любит, не любит. Вы сердобольная мать невесты на свадьбе. Ой, она любит театр. И знаете, кажется, что она служит человечеству, святому искусству, понимаете? А по-моему, современный театр – это предрассудки какие-то, понимаете? У вас раздвоение личности. А когда она... Когда поднимается занавес, и при вечернем освещении в комнате себя столкнует? Эти великие таланты, жрецы святого искусства. Вас периодически бьет током. Как люди едят, пьют. Любят, ходят в свои пиджаки, когда из пошлых картин, фраз, стараются выводить пароль. Вы – вредная библиотекарша. Маленькую. Удобно понятную. Полезную в домашнем обиходе. Когда в тысячи вариаций приносят мне все одно и то же, одно и то же. А я-то бигу, 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 как попасан бежал. Я в желивой пальце бежал, я-то... Которая давила ему на мозг плавить. Пошлый стил. Вы – коренной одессит. Иногда же. Просто во мне говорит – обыкновенная Иоиза. Сверху. Вот бывает. Знаешь, у меня мать – известная актриса. И кажется, вот будь она обыкновенная женщина, вот, чтобы я был счастливее. Вы тонете. Да, да. Может быть, это... Перед поцелом, ложись. У меня... Вы только что вышли из тюрьмы. Вышел. Чисто из третьего курса университета по обстоятельствам. Как говорится, от редакции независящим. Никаких талантов нет ни гроша, а по паспорту – чисто киевский мещанин. И вот мой отец ведь тоже мещанин был. Хотя известным был актером. Вы рассказываете сказку детям. Так вот. Когда бывало в ее гости, гостиной, все эти артисты и писатели обращали на меня свое милостивое внимание, то мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество. А я угадывал их мысли и страдал от унижения. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! Оскар Кучера! Ну и текстик вы мне дали! А вот так мы и не ищем легких путей! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот выйти, вот пиджак хороший, да, и красоваться. А на самом деле, какой это труд, какое знание человеческой психологии, какая подвижность психики, какая огромная работа, учеба какая-то фантастическая. Это очень здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне это очень понравилось. Я понимаю, что тексты действительно очень сложные. АПЛОДИСМЕНТЫ И Чехова вот так вот делать – это задачка. Библиотекарша и все остальные были замечательные. Снято. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, особенно когда зритель говорит, ой, такая профессия у вас сложная, столько вам надо запоминать слов. Да, я всегда думаю, боже мой, это самое легкое, что есть в нашем деле. Сергей Камильович, вам слово. Ребят, это хорошие этюды, очень интересно, но если вы вспомните, и я сейчас вспомнил, есть такое упражнение «Действие с предметом». По ФД? Ну да, да. И, конечно, и вот мне не хватило, когда ты вышел из тюрьмы, закурить, вытащить папиросу. Совображаемый предмет. Это в обязательном порядке все артисты элементарно делают. Почему вы забыли? Представляете, я ушел от штампа. А-а-а. Это новое. А еще знаете, как делать? Нет, нет, Аскар. Сергей Камильович, извините, что перебиваю. Еще знаете, какая тема, когда из тюрьмы выходит? Вот это вот. На солнце. Нет, а я хотел бы вот именно подчеркнуть, для зрителей, мы это с вами прекрасно, это знаем, что есть еще и такое упражнение. Правильно вытащить сигарету, вставить ее в рот, закурить, достать спичный коробок, зажечь спичку, спичку и так далее. И пошел чеховский текст. Отлично. Снято. Спасибо. А вы лично. Вам слово. Мы, коллеги, все правильно сказали, я подписываюсь. Я вспоминаю нашу совместную работу с Аскаром, когда он практически с 12-го этажа жилого дома на тросах спускался вниз, и выражение лица у него было радостное, такое, примерно как сейчас. Потому что мне неудобно было отказать. Я говорю, Аллах, может, не надо? Надо. Уважаемые зрители, вы представляете, так нежно рассказывая, с 12-го этажа на тросах. И он улыбал, этот мальчик мило улыбался. Или я просила Аскара, сейчас вот надо с лодки упасть в воду Москва-реки. Сказал, в эту воду здесь же плавает, а там пух был. Здесь же плавать, здесь же нельзя. Я говорю, смотрите, дети здесь плавают. Ну, ладно. Воображаем. В общем, отчаянный парень. Аскар, спасибо вам за то, что вы замечательно все исполнили, снято. Вот так вот, с 12-го этажа на тросах и улыбаясь, Аскар Кучера получил 30. Снято.